здравствуйте меня зовут любовь я рада вас видеть это будет распаковка маленькая распаковка совсем небольшая и от того что она небольшая она будет крайне приятная для меня пока я болела наши друзья имели возможность сделать нам приятное и сходить в европейский магазин косметический и кое-что привести мне и порадовать меня потому что мне было очень грустно валяться с этой температурой 38 и в том числе посылочка поднимала настроение и давала стимул выздоравливать и так начнем начнем мы вот чего мы начнем вот с этого с этой коробочки clorans clorans один из самых знаменитых их продуктов блеск для губ натуральный бальзам который должен давать легкий оттенок и ухаживает за губами я вам хочу сказать что вот что то вот у них прям какой-то такой правильный состав что это одно из средств которое действительно лучше всего ухаживает за губами вот прям лучше всего вот такие у них упаковки они очень популярные по моему вообще это один из самых популярных продуктов clorans в принципе это оттенок 01 и выглядит он вот так тюбик такой розовый это знаменитые известнейшие их тюбики давайте проверим оттенок вот такой у него аппликатор ничего особенного сейчас мы дадим так сказать стране угля а вот он пошел розовый это один из самых их таких знаете нейтральных оттенков то есть как бы вы намазались но практически ничего не произошло вот он под цвет попал вот такой вот розовый 01 у меня их обычно всегда было достатки но пришло время закончился и я решила это было наверно сентябрь порадовать себя и купить себе этот начало ли перфектор и выяснилось естественно что в россии больше нет я вспомнил что у нас тут был раньше сифора который закрыл свои склады снова стал ильдебатэ ильдебатэ то любую купила обратно сифору то ли что и у них оставались склады закрытыми много месяцев и я понимал что если что то есть остатки какие-то то скорее всего у них есть и они как раз тогда вновь открылись и я пошла в их интернет-магазин и да у них еще оставались в наличии какие-то оттенки и в итоге я как человека знакомый с дефицитом решила так короче я куплю вот просто без тестеров без всего потому что уже тестеров в общем не осталось в россии я купила вот такой и вот такой вот эти вот два это оттенок 107 а другой 06 они в общем-то тоже нейтральные но самый нейтральный у них вот этот вот 01 вот этот вот мне привезли друзья а вот эти два я урвалась тех складов которые еще были давайте посмотрим на оттенок 07 вот смотрите а я их вообще они конечно гораздо ярче вот оттенок 07 вот но я их обычно а вот здесь вот этот первый розовый но вы видите разницу на обычно никаким толстым слоем я их на себя не намазываю вот еще такой это у нас оттенок какой 06 толстым словами обычных на себя я никогда не намазываю главное чтобы от 06 главное самый нейтральный розовый и вот такой в коричневый какой-то уходит кораллово-коричневый самое главное это вот эта их формула она действительно что-то вот такое делает что очень ухаживает за губами и если губы потрескавшиеся если какой-то дискомфорт то это вот буквально для меня первая помощь несмотря на все оттенки и так далее у них есть как бы просто бальзам ухаживающий бесцветный но честно говоря я как-то его никогда не пробовала всегда вот эти вот меня спасали они у меня всегда были его тут очень много по моему 12 миллилитров вот прямо очень много хватает на очень долго особенно если вы толстым слоем его не размазываете здесь практически нет никакого шиммера это просто вот такие вот оттеночки и я как люблю намазал и пошел то есть это не должна быть красная помада это не должна быть матовая помада вот и самый вот лучший реальный уход и когда его не смогла нигде найти я конечно очень расстроилась но когда чего-то нет а потом это появляется это вызывает большую радость и порадуйтесь вместе со мной ну где вы вы не жили если вам нужен какой-то бальзам который дает немножко цвета это вот он это вот он этот ну на мне прям классно работают классно ухаживает вот я вам сейчас покажу вот этот самый светлый секунду вуаля готова его практически не видно при этом он ухаживает и дает такое какой-то вот легкий приятный оттенок я прям вот люблю их я их люблю очень сильно это вот этот розовый 01 я вам описание всех оттенков первым прикрепленном комментарии под видео практически его не видно он вот самый нейтральный какой только может быть и и красиво и приятно он пахнет карамелью это ну вот кто знает этот бренд а именно этот продукт это легендарный запах чуть жжёной карамели очень приятный и на вкус он сладкий да такой сладковатый на вкус пахнет карамелью прекрасно ухаживает дает легчайший приятнейший оттеночек люблю его давайте пробовать другие и вот этот вот 01 самый нейтральный самый ходовой мне приперли я просто на ночь его мажу и ложусь в нем спать и все прекрасно если есть какие-то повреждения что-то неприятное на губах все прям лечит хотя состав но какой тут состав ну че тут составе ну как всегда составе минеральное масло вообще на втором месте ну не супер состав но эффект какой-то охренительный от него вытираемся и другие оттенки смотрим сейчас на мне вот этот как вы видите конечно есть разница на тоже это достаточно нейтральный такой цвет который практически каждому подойдет но но прекрасно никакого контура никакой прорисовки вообще ничего не надо открыл вообще с закрытыми глазами намазал особенно вот этот вот и пошел делать дальше свои дела здесь всегда будет пачкаться аппликатор вот он всегда будет вот какой-то вот такой но к сожалению но протирать его салфеткой довольно легко это устраняется но за эффект за легкое присутствие цвета за ухаживающие свойства я их очень люблю вот этот и 3 сейчас она покажет а вот это 3 самый вот такой вот розоватенький самый яркий я бы сказала вот это маст хэп ну то есть если у вас есть возможность это купить и вам нужно какое-то легкое ухаживающее средство но она прям нелегкое но когда ну конечно дерматит это вам не уберет но просто на сухие губы это идеально вот это вот прямо а вот они все три это идеально и но он относительно недорогой вам где-то 13 евро что ли но вот если вы не знали бы чё купить чем себя порадовать покупайте себе вот это просто это лучший их продукт наверное вообще из всего что они делают колоранс этот прекрасный но вот такая коробка это вот 0 1 оттенок шикарная я прям довольна и он такой приятный в использовании этот приятный аромат довольно сильный но мне нравится приятный вкус никакого контура ничего супер далее далее вещь такая относительно спорная клиник а бальзам для губ мой ста шуга поп в оттенке 02 dragon fruit вот такая маленькая упаковочка открываем и там вот такой вот стик вот такой стик такая довольно такой прозрачный пластик здесь здесь бальзам с цветом несколько ингредиентов интересная форма вот он их очень много оттенков что с этим клиник когда я пришла за кларанс и выяснилось что кларанса больше нет кстати по моему он сейчас появился в наших сетях уж не знаю как завезли то ли с брендом договорились то ли не договорились в общем неважно вроде был но мне уже не надо мне этих колорансов на очень долго хватит тут конечно по моему один там он 6 месяцев после открытия за 6 месяцев эти 13 миллилитров 12 на себя измазать невозможно это я про кларанс говорю но пока сохраняя текстуру аромат и всего прочее конечно надо пользоваться как только вы понимаете что чуть нету с текстурой сразу конечно не надо пользоваться чем я прихожу кларанса нет они говорят вот у нас есть остатки еще клиник вроде как принцип такой же тоже слегка цвет и ухаживание уход ухаживание уход в общем я купила в этом оттенке dragon fruit принесла его домой ну как-то пахнет то ли он испорчен понимаете да вот то ли он испорчен то ли он так пахнет я стала читать про него какие-то отзывы и в отзывах было написано что они специально убирают аромат там нет аромата аромат только вот просто вот эти вот не парфюмированные косметики поэтому так и должен пахнуть но ничего так не понравился этот запах а эффект понравился и я попросила мне привести вот такой же точно и он пахнет точно также то есть мой был не испорченный и этот не испорченный это просто вот если вам важно мне вот этот как бы нейтральный аромат косметики не нравится нифига потому что пахнет странно лучше бы немножко ароматизировали но они решили вы не ароматизировать в итоге вот сейчас я вам покажу подождите а вот он на мне у меня уже конечно губы слишком красные они обычно не такие красно-малиновые красные потому что я уже пятый раз пользуюсь салфеткой но в принципе практически никакого оттенка не дает но вот чуть малиновый он какой-то я сейчас обильно прям нанесу его себе на руку вот он видите вот и в нем очень много шиммера вот прям видно хорошо в нем очень много шиммера а вот он поехал на при каком-то таком нейтрально нейтрально каком свете особо конечно ничего будет не видно при дневном свете вообще можно закрытыми глазами ничего не будет никакого контура естественно не надо легчайший оттенок их там очень много я вот этот вот dragon fruit себе выбрала 0 2 поблескивает действительно хорошо ухаживает если бы не аромат который мне не нравится то вообще очень приятная штучка но у меня едва теперь и чую буду и на ночь и не на ночь и дома вышел глаза закрыл нанес нормально все прекрасно ухаживает хорошо ну наверно примерно так же как colorant но мне все-таки кажется что у colorant ухаживающих у colorant ухаживающих свойств больше нормально еще я вам все плакала у меня все туши высохли у меня все туши высохли туши высохли да ну диор по моему тоже к нам больше не приезжает если приезжают видимо как-то не очень легально я помнила что у дюр шоу была вот классическая девушку и наверное уже 300 раз и формулы изменили но я помню что она мне нравилась вот я прям помню что она мне нравилась это дюр шоу и я говорю вот дюр шоу если будет и вот дюр шоу где ты фокусируешься вот это просто тушь просто тушь dior 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 шоу а здесь должна быть кисточка обычная не силиконовая кисточка с хорошим разделением с подкручиванием написано что она для объема lash by lash definition lash care в общем еще и ухаживает за ресницами и разделяет lash by lash ресничку за ресничка оттенок 090 black я не его сейчас года ну да вот так выглядит глянцевый такой тюбик красивая красивый логотип dior ну что открываем смотрим какая кисточка вот-вот классическая огромная кисточка я очень люблю запах свежей тушь хорошо пахнет свежей тушью вот она классическая огромная кисточка я надеюсь что хорошая будет тушь я помню что мне тушь и дюр нравились вот она у меня теперь есть дюр шоу вот это какая-то классическая дюр шоу должна быть что еще вот это наверное одно из самых интересных во первых мне еще положили пробники в этом магазине где мои друзья сделали мне приятно олаус foundation эсен лоран я не пользуюсь тоном поэтому особо мне это не нравится оттенок 20 а вере spf 20 а вот кстати в саше действительно нужно понять нравится тебе данное средство или нет но так как я тональными средствами не пользуюсь и там кого-нибудь но это просто совершенно мне не нужен вот смотрите такая вот упаковочка смеш бокс смеш бокс фотофиниш хайдрайтин андерай праймер это праймер под консилер фотофиниш я насколько понимаю smashbox еще остался в россии упаковочка но конкретно этого средства в россии нет и видим уже очень давно нет почему-то они перестали его оставлять эта база под консилер праймер под консилер когда-то давно кто-то где-то каком-то там сообществе его советовал типа если у вас скатывается консилер если вам не нравится как он лежит купите себе а праймер под консилер это не база под тени это именно он давай под глаза праймер под глаза вот такая упаковочка и я помню я тогда купила упаковка была несколько другая насколько я помню там была кисточка внутри сейчас это не кисточка это носик вот видите носик и насколько я помню тогда мне показалось прям прикольно ну то есть как перед тем как наносить консилер надо очень хорошо уплажнить область под глазами и вы можете это сделать не своим обычным кремом а именно этой базой которые видимо вот она поехал который видимо куча силиконов она представляет себя вот такую жемчужную субстанцию вот видите какая жемчужная субстанция и вот это вот жемчужная субстанция буквально вот пахнет приятно так свежо вот она вот она она должна очень хорошо увлажнить область под глазами разгладить ее ну в общем вывод вбивающими движениями вот как вот это все как обычно и у вас должен быть прекрасный холст для вашего консилера чтобы не скатывался хорошо лег и так далее а кто-то говорил вы можете вообще даже консилер то не использовать а просто вот с этой базой ну если вам вообще типа влом немножко осветлит потому что тут конечно много очень светоотражающих частиц вот так поблескивает и будет такое жемчужное сияние а так то сначала это а потом консилер и насколько я помнила мне прям это дело то понравилось и я поняла что увидим уже еще до всего нет уже этого давно здесь и вот мне нашли это в каком-то магазине европейском и привезли я очень довольна буду тестировать надеюсь что мое положительное впечатление она вот прям сохранилась правильно и это все все правда и мне понравится если вы где-то живете где это доступно вот прям попробуйте особенно если у вас какие-то проблемы с нанесением консилера я помню я тогда про него читала такое что а любой консилер тоже очень плохой гораздо лучше будет себя вести на этом праймере под консилер под smashbox smashbox я вам название это оставлю еще у меня есть кое-что смотрите плакала что все туши кончились и одна из моих рабочих туш не кончились искали потому что я не пользовался вообще не было не до этого одна из моих самых рабочих тушей это вот клиник high impact москара тюбик у меня остался ну вот из нее еще хоть вот из единственной из нее еще кучу то можно выжать хоть году как-то это оттенок 02 black brown она какая коричневая вот хоть что-то еще есть вот такая у нее классическая в общем щеточка щеточка кстати меньше чем щеточка dior во видите даже видно вот этот вот оттенок коричневой вот она я ее очень люблю она ничего не делает волшебного она просто не осыпается она просто разделяет ресницы и они просто вот такие чуть-чуть такие приятные подкрученные ничего особенного вот прям ну на каждый день как говорят да вот это вот на каждый день вот и я себе купила маленькую вот такую потому что я поняла что у меня большие все высыхают я не успеваю докрасить я себе купила вот такую же точно маленькую я ее сейчас даже открывать не буду вот она открывать не буду но просто давайте посмотрим дичину тюбика но она в оттенке блэка не браун это в 01 black я думаю что эффект от нее будет очень такой же ну вот она вот такая маленькой три с половиной миллилитра а большой сколько большое же все стерлось а тут в два раза больше вот они вот они вот у меня одна коричневая я из вот этого вот своего куркульства я ничего выбрасывать не буду потому что ничего не будет вообще пока допользую вот эту ночной диора эту прям оставлю чтобы меня всегда была свежая тушь на всякий случай она маленькая клиник ничего особенного в ней нет но она просто вот мне нравится и последнее а это значит очень интересно вот посмотрите это крем для тела бразилиан бам-бам крем бразильский бам-бам крем вот такая упаковка у него большая 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 значит с экстрактами там чего-то чего-то крем который должен вас избавить от целлюлита я в это все конечно не верю просто когда-то ну наверное вообще год назад я увидела как какой-то американский бьюти-блогер пользуются этим бразильским бам-бам кремом и мне показалось он сказал этот блогер великолепно пахнет фисташками вот этот вот конкретно с фисташками а целлюлита увлажняет экстракт кофе нет тут не экстракт кофе а здесь экстракт какого-то цветка который в пять раз сильнее дает кофеина чем кофе а кофеин они видимо используют для борьбы с целлюлитом масло кокоса масло еще чего-то какое-то масло асаи тра-та-та тра-та-та вообще обещали что будет пахнуть фисташками и этот бьюти-блогер который наносил на себя в процессе get ready with me видимо этот крем говорю боже это не это великолепный аромат как мне нравится этот бам-бам крем у нас кстати вы можете его купить по моему он есть ульдоботе как раз он есть вот в европейских сетях и в сифаре вот он был вот такая большая упаковка я еще насколько знаю есть в упаковках таких небольших 75 миллилитров кстати годен 24 месяца после открытия то есть прям очень долгогоден а здесь 240 миллилитров я просто рассчитываю ну использовать крем для тела после какая хорошая такая банка интересная вот есть какао а есть вот с фисташками этот вроде должен быть с фисташковым ароматом быстро пишут впитывается открываем я еще не не знаю какой какой-то аромат понравится мне или нет надеюсь что понравится мы видим здесь вот это и пробуем аромат с глаз то есть в теплым ада это очень приятно пахнет это такой густой аромат фисташек видите вот он такой такой зеленовато густой очень приятно пахнет мне нравится и это такой редкий аромат найти редко его можно у меня было средство для тела сая херба когда-то давно какая-то детская серия лосьон для тела с фисташками вот примерно так же пах я с тех пор все пытаюсь найти такой же аромат и вот я давно на этот крем смотрела очень давно потом конечно мне было не до этого крема а теперь вот очень прикольно я вам напишу описание ну я не знаю каком подействует но я надеюсь что все с ним нормально ну чё с ним может быть не так но вот аромат прям вот я вот ради арома я очень надеялась что будет похож на тот аромат с фисташками и он оказался похож а это бонус а я кое-что вам забыла показать начну слика у меня есть а вот такие румяна они очень старые периодически кто-то из вас спрашивает а что это у вас за румяна а какой-то оттенок а вот такой это оттенок это румяна надел в вот они румяна здоровый румянец который пробуждается на вашем лице благодаря этим румяна я все время путаю ударение румяна или румяна их уже давным-давно нет это абсолютно снятый продукт такой старый что выглядит он вот так все это крепление давным-давно уже сломалась и я их протерла но тут уже такой слой всего что вот как есть так есть здесь очень много грамм семь с половиной что ли и вы видите что я даже еще не затерла полностью все эти буквы кисточка родная кисточка плохая но ворс натуральный если совсем нет никаких вариантов то можно и пользоваться и что вам хочу сказать лучше этих румян у меня никогда ничего не было между какими-то другими и этими я в итоге всегда выберу эти пусть вас не смущает этот яркий бледно-розовый потому что концепция румян такая они выносят на поверхность помогают раскрыться вашему собственному сиянию и в общем примерно это они делают они очень крутые но их уже давным-давно нет я их купила давным-давно я не знаю сколько около пяти наверное лет назад естественно они просрочены давным-давно просрочены но так как они не меняют своих свойств они не начинают плохо пахнуть они прекрасно отдают пигмент вроде как с пудровыми продуктами а вы можете очень долго не упорно ими пользоваться пока не затрете до дыр но это все равно как-то печально особенно то что с ними произошло но прямо очень печально и когда я пару или тройку лет назад подумала но мне нужны такие же только новые я их не нашла нет таких же только новых их не было и я продолжала пользоваться ими вот этом оттенки я не знаю может быть кто-то где-то придает просроченную косметику очень когда вы спрашивали это всегда были вот эти в оттенке 0 0 1 7 с половиной граммов восторг и вот когда подружка наша поехала в европу и за границу я знала что он dior выпустил уже тоже несколько лет назад коллекцию dior backstage и вот в этой dior backstage есть румяна румяна в общем не обращайте внимание рози glow они даже называются как-то примерно одинаково вот она такая упаковка она гораздо меньше здесь 46 грамма и оттенок 001 pink он у них по моему нет ни единственной нового основной конечно вот этот вот они такие я подозреваю что здесь упаковка будет уже самое она тоже кажется достаточно хлипкой посмотрите вам это ничего не напоминает мне кажется они очень похожи я подписана на аккаунт тренд муд что ли в сети с картинками и там в этом аккаунте в основном все новинки косметики какие только могут быть или сравнение там часто мелькают эти румяна уже не как новинка как сравнение с какими-то другими новинками которые примерно имитируют тот же эффект в общем в этом аккаунте с мировой известностью который читает миллионы людей интересующихся косметикой вот этот оттенок и вот этот вот dior всегда сравнивают с чем-то другим как с таким прекрасным образцом идеального розового который пробуждает ваш собственный здоровый оттенок лица понимаете да вот всегда именно так там о них пишут и рассказывают вот смотрите вот там сифара что-то выпустила или туфейст что-то выпустил и вот это похоже оттенок и вроде тоже самое обещают вот как вам вам нужны теперь только те или вы всегда будете и dior покупать чтобы вас всегда и dior был вместе вот с теми другими которые как бы пытаются сделать то же самое в общем это такой относительно легендарный продукт для любителей румян ваш естественный оттенок усиливается и он очень вам будет идти я белокожая вы знаете и для меня это самый лучший оттенок не коралловые не рыжие не ярко-красные но вот ярко-красные чем не могут подойти но вот это это просто вот если мы попробуем с вами вот они вот эти и ну давайте нарушим прекрасную текстуру ну вы посмотрите но это примерно одно и то же их можно наслаивать можно меньше можно больше и получается вот такой розовенький нежный по-моему они ну практически вот идентичны вот практически идентичны почти ничего не видно но на мне вы их всегда замечаете всегда вы их на мне замечаете и всегда спрашиваете что же это такое а это вот и когда подруга поехала и в германии спросила у консультанта а если у вас вот этот вот dior backstage ей сказали там нет уже нет давно не поставляют и вообще нити этот продукт сняли и в итоге она их нашла знаете где она их нашла в латвии в латвии они были и судя по активности в этом аккаунте тренд муд все-таки никто их не снял но они то ли пропадают из продажи то ли стали какими-то редкими в общем я думаю если вы где-то в европе живете у вас есть шанс их еще купить может быть консультант был не очень как не очень информированные в итоге вот что я вам хотела сказать что вам хотела показать и забыла и я решила что это прям очень важно особенно для тех кто любит рассматривать всякие штучки красивые в деталях вот пожалуйста но рука не поднялась выкинуть вот эти я пока ими пользуюсь потому что я куркуль потому что я боюсь что все вообще пропадет и ничего не будет вообще у нас была такая шутка вы знаете сидим со второй половиной обсуждаем я показываю ну куда-то собираемся я показываю вот смотри для чего дошло вот так вот все и говорит ну это как вот в советском союзе говорили про бывших бывшие из дворян она бывшая она жила там красивом доме это еще из бывших запасов какой-то дореволюционный парфюм вот это вот примерно примерно тоже атмосфера вот такие dior backstage rose glow и вы знаете пишут вот примерно то же самое чтобы естественный оттенок они ваш естественный оттенок раз будет в общем все прекрасно оттенок 001 pink пользуйтесь если у вас есть такая возможность пользуйтесь этой информацией вот они двое и для тех кто любит рассматривать всякие детали это вообще бонус 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 я просто вам покажу все что я вам показала но поближе вот это значит мост шуга поп клиник вот упаковочка поближе оттенок 02 dragon fruit и сами сам продукт что я хотела про него сказать как мы понимаем вот это просто но тонкий такой пластик все это будет зацарапано вот это все сотрется и вот это все тоже будет зацарапано и вообще не факт что не треснет крышечка так что имейте ввиду по моему упаковка достаточно хлипкая но эффект неплохой и вот это все будет знаете так зацарапано ночью есть то есть зато относительно продукт недорогой работающие но запах никакой неприятный тушь дуршоу я хотела вам показать упаковку сатиновая такая текстура приятная приятная сатиновая текстура и открываем и показываем все это дело поближе вот у них новый дизайн или может я проспала и он уже давным-давно новые вот эти буквы dior у них во всех их продуктах сейчас вот такие стали объемные по кругу прекрасная прекрасная очень красивая упаковка я пока не пробовала но так как это распаковка имею право вам не говорить что за что еще из красивенького мои три подружки вот они все три вот они все прекрасные давайте я покажу оттенок также вы прям поняли на вот этот самый универсальный самый светлый поехали куда вам о вот сюда я вам его покажу самый универсальный самый светлый самый полупрозрачный должен подойти просто всем вот просто всем вот вот только сейчас хоть какой-то цвет стал проявляться но в принципе ну вот просто такая розоватая штучка а вот он в тюбике давайте последний раз вот хоть что-то пошло розовое следующий это оттенок 01 а этот этот видно гораздо лучше это оттенок 06 и последний самый наверное яркий опа ну вот вы посмотрите вот они все три это оттенок 07 красота и поближе smashbox праймер под консилер фото финиш увлажняющий праймер под консилер тоже еще пока не пробовал только рассказала о своих воспоминаниях и ощущениях по идее должен действительно улучшать консилер жемчужный жемчужный вот очень ярко если очень много если нанести вот он жемчужный и оставляет вот такой вот жемчужное сияние под глазами разглаживает и не дает консилеру забиваться в складки такие обещания так наведем фокус для красоты о красота маленькая клиник high impact москара ничего особенного но всегда у меня есть пока будет возможность покупать буду покупать на каждый день идеальный продукт только почему-то я его купила в оттенке 01 black этот продукт обычно покупаю оттенки brown коричневый вот она маленькая для любителей деталей наслаждайтесь и самая большая последняя деталь этот крем для тела то бразильский в общем тут так много про него всего написано так много написано что он и увлажняет и быстро впитывается делает кожу гладкой ну в общем все что обычно обещают и здесь у них еще написано что pronounced бум-бум где вот вот pronounced бум-бум не бам-бам а бум-бум это бум-бум крем очень качественная такая большая яркая красивая упаковка где сделан я так не поняла вообще мне уже наплевать мне кажется бразилии и вот сам этот крем такой большой такой красивый такой объемный 240 миллилитров это достаточно много из рук у нас тени о made in us a view из ее сделано не бразилии вот пожалуйста наконец-то мы с вами добрались до этого сделано в соединенных штатах открываем здесь конечно очень много продукта собралось я вообще вот эти штуки не люблю вот его оттенок и аромат прекрасно сладкая но не приторная фисташка прекрасно у меня ручка романтическая свеча горит у меня такие ароматы великолепные вот это и это все я вам хотела показать вот это вот гвоздь программы и оттенки вот они оттенки все это был бумс для тех кто любит детали вот такая распаковка спасибо вам мои дорогие что посмотрели можете мне донатить чтобы я имела возможность вас радовать вот этим распаковками рассказывать вам что-то интересное например про праймер под консилер смешбокс или вот про такой интересный крем который уже сама давным давно хотела попробовать вот так что если будет у вас возможности желание вы можете мне всегда задонатить чтобы я имела возможность свою очередь вас порадовать вам чего-нибудь рассказать рада была с вами пообщаться всех целую надеюсь вам было весело и вы провели как-то время со мной и отвлеклись от чего-нибудь не очень приятного и вам со мной было приятно все всех вас целую пока